Всем привет! Меня зовут Юля, и я живу в Анталии. Я рада вас видеть на моем канале. Сегодня у нас будет видео «Вопрос-ответ». Первый вопрос задает Андрей. Он спрашивает, как из Кириша доехать в отель Land of Legends. Для тех, кто не знает, такая общая информация – это, наверное, единственный отель в Турции, где вход бесплатный. То есть вы можете в любой день, в любое время зайти туда, ну не ночью, конечно, и погулять. Почему? Потому что там очень много магазинчиков, там очень красивая идет речка, там плавают гондолы. Вечером шоу очаровательное. И можете посмотреть кусочек. Я записывала моя адаптация «Час четвертая», потому что я тогда работала в тот вечер и как раз записала шоу. Честно сказать, шоу идет где-то 30, максимум 45 минут, потому что, почему так говорю, колебается. Одно время идет зимой, другое время идет летом. Также летом шоу начинается в 9 часов, а зимой в 8. Соответственно, автобусы последние где-то будет ехать в 11 часов. Что с Кириша, что с Кимера, вот в такое время где-то. То есть, в принципе, если шоу закончится в 9.40, вы можете успеть на автобус на 10 до Анталии. Но вот с Анталии до Кимера, до Кириша я очень сомневаюсь, что вы успеете. Понимаете? Потому что сейчас объясню с самого начала. Для тех, кто не знает, где находится Кириш и что это такое. Например, вот у нас Анталия. В одну сторону идет Кимер и за Кимером находится Кириш, а Белек находится абсолютно в другую сторону. Сначала с Кириша вы едете в Анталию, вы можете, ну, лучше всего доехать до автостанции. С автостанции вы садитесь на трамвай и едете до остановки Майдан. И с Майдана вы садитесь на автобус, на Белек и едете уже в Белек. Вы скажете, я на автостанции, что я не могу сесть на автобус на Белек, что ли? Нет. Я не знаю, почему так, но, к сожалению, автобусы на Белек отправляются от Майдана. Я эту информацию знала и мой друг не поверил, говорит, такого не может быть. Он поехал на автостанцию и он не нашел автобуса на Белек. Ему сказали, на Майдан. Да, я знаю, это Турция, ничего не знаю, я не знаю, почему так. То есть у вас 3 пересадки будет, 3. От Кириша до Анталии где-то полтора часа автобусом. Если машина, это займет где-то 50 минут. Потом с автостанции трамваем вы туда будете ехать, ну, наверное, минут 20, в лучшем случае. И от Белек, от Майдана до Белека где-то минут 40, наверное, вот так. Посчитайте, сколько по времени это займет. По стоимости Кириш Анталия стоила 8 лир билет, трамваем 2 лиры 40 копеек, но для этого вы должны купить карточку за 10 лир. Да, вы можете этой карточкой, у меня есть видео на канале «Общественный транспорт Анталии». Можете посмотреть, то есть вы можете одну карточку пластиковую купить на всю семью. И туда положить деньги, и использовать ее годами. И от Майдана до Белека была стоимость 6 лир. Вы же понимаете, цены поднимаются, я не могу за всем уследить. Когда вы приедете летом, но может быть другая цена. Ну, разница будет, может быть, в лиру в 2, не в 2 раза. То есть посмотрите, сколько по времени, по стоимости, сколько вас человек. Лично я, если вы меня спросите, если я бы очень хотела посмотреть это шоу, хотя честно вам скажу, да, все красиво, все светится. Ну, ехать столько времени в дороге ради только этого шоу я бы никому не посоветовала, честно. Это было, когда Левс приезжал, людей просто неимоверно, там столько автобусов приехало, я была в шоке. Если вы думаете, что вы приедете бесплатно и попадете на концерт, вы очень глубоко ошибаетесь. На концерт вы не сможете попасть, потому что аура, которая отвечает за концерты в Land of Legends, да, они ставят настолько высокий забор, но вы не сможете ничего увидеть. Ну, услышать, да, но увидеть нет. То есть придется все равно покупать билет. То в этот день, когда выступает певец, просто надо раньше отходить, переходить, чтобы вообще как-то, каким-то образом что-то увидеть. Очень много людей. Да, если бы, ну, мой вариант, я бы сделала так, я бы все-таки взяла один раз машину на прокат. И просто сама или с семьей поехала бы в сторону Анталии, Алании, да. В той стороне, недалеко от этого же парка, находится и Аспентос, и Перге, и Зейтинташмарос. Это пещера, ну, оливкового камня так переводится, но это к этому не относится. Очень красивая пещера. То есть в Анталии можно что-то еще посмотреть. В том же Ленд оф Леджендс есть большой аквапарк. Кстати, сейчас вход, там был когда-то только аквапарк. Там был отдельный вход. То есть то, что вы по отелю ходите бесплатно, это одно. Но в аквапарк это всегда будет платно. Кроме тех случаев, если вы гость Риксоса. То есть все отели Риксос имеют возможность взять бесплатно автобус и поехать в Ленд оф Леджендс. Или Регну. То есть вот эти только отели могут заезжать в аквапарк бесплатно. Без денег. Вот так. То есть сейчас зимой входной билет чисто в Луна-парк, потому что там уже поставили Луна-парк. Стоек для турецких жителей 99 лир, для иностранцев 140 лир. Летом я просто позвонила подружке, она у меня там работает. И Анечка сказала спасибо ей большое, что планируется уже сезон, что и в Луна-парк, и в аквапарк сразу будет общая плата. Это где-то будет 300 лир. Но они еще точно не знают, они еще как бы не подсчитали. То есть вы поняли, да? Мой совет взять машину. Посмотреть все, что там есть. Заехать в Анталию погулять тоже в Калечии, очень красиво. И уже сразу поехать на шоу. Потому что ради 30 минут шоу. Ну хорошо, вы погуляете там еще полчаса. Вы даже не представляете, как наши автобусы едут. Мы едем, если я работаю в Кирише, я сажусь на персоналку, автобус для персонала, и еду без остановки 50 минут. Ну да, может быть пробка. Пробка, к сожалению, сейчас часто бывает с той стороны. Почему? Потому что сделали нижнюю дорогу как бы для пляжа больше, да, и все машины как бы пошли наверх, ну то есть тяжело иногда доехать, то я еще могу с сервисом ехать. Ну обычным автобусом это бдышево, застрел. Ну разве что лечит и спать целую дорогу. Понимаете, у вас мало и так времени на отдых. То есть каждая минутка дорога, возле моря побыть, да, с родными, близкими, в дороге столько времени тратить. Я думаю, только машина. Еще, можно от Мигроса доехать до Майдана автобусом. Но это будет пересадка, два автобуса как минимум. А С-03 едет, если от Майдана до Мигроса едет один автобус. Я хочу сказать особенность анталийского транспорта. Если, например, вы в восьмерку сели возле Маркантали и поехали до конца на Кони Алты, это еще не значит, что вы тем же путем будете возвращаться назад. Часто автобусы едут по совсем другому маршруту. Да, у меня малый так поехал, говорит, мама, мы едем в восьмерка, мы туда ехали. Она вообще поехала где-то низом. Она не поехала в восьмерку. Я говорю, да, это часто. И также АС-03. Вы можете от Майдана доехать до Мигроса, но назад вы так не проедете. Она будет, там надо будет пересадку делать. Ну, по крайней мере, так было. У нас тоже часто меняется, поэтому посмотрите видео общественный транспорт анталий перед тем, как вообще ехать на отдых. Я показываю, там, какая программа лучше пользоваться, какие карточки. Там только цена на карточки уже вот в прошлом видео вопрос-ответ. Я сказала новые цены. Я надеюсь, я полностью ответила на ваш вопрос. Просто вы понимаете, писать это будет очень долго. Было бы очень долго. Второе, такой интересный вопрос задает Елена Горохова о медицинской страховке. Она спрашивает, есть ли переводчики и в двух экземплярах ли делается медицинская страховка, то есть на турецком и на русском. Нет. Двух экземпляров нет. Страховка делается только на турецком языке. Все переводчики не дают, потому что за каждое... Вы можете взять, конечно, но за переводчика вы платите 100 лир. Это было когда-то, сейчас не знаю. И это, по-моему, за страницу перевода 100 лир. То есть вот я нашла свою страховку старую, группа МА. То есть это был 2016 год. Плата была 539 лир. Тут зависит плата страховки от возраста. Чем младше человек, тем, естественно, меньше платишь. Но сейчас страховки упали в цене очень сильно. И в этом году я сыну делала. Я, кстати, написала очень подробно об этом в моем видео сбор документов. Точечка, стрижка. Ну, там такой влог, но я конкретно говорю об этой страховке. 80 лир мы заплатили. То есть я когда первый раз услышала, я говорю, вы шутите, это какой-то прикол. Говорит, нет. И я пошла туда и спросила, он говорит, да, подходит. Какие тут условия, перечень услуг? Здесь, наверное, 10 страниц. Вы понимаете, да? Могут все пункты будут быть для вас, для вас, для вас. А потом последний какими-то такими крутасами написать, что все это будет аннулироваться. Ну, вы же понимаете, да? Я думаю, тут ни один юрист работал над этим документом для того, чтобы сделать выгоднее для себя. Все приблизительно одинаковые. То есть 20 тысяч лир, что-то. То есть вот эта моя дорогая страховка покрывает только 20-40%. Когда ты в операциях, когда что-то. Но когда тебе нужно обследование просто сделать, обследование на работу для того, чтобы вас приняли, ни рабочая страховка, ни вот эта страховка, она этого не покрывает. Да? Если вы хотите просто взять бумажку на работу, что вам нужно, вы платите. Я подпишу видео, в котором я об этом конкретно рассказываю, куда лучше пойти и где будет дешевле, потому что платите всюду. Я даже пошла по рабочей страховке в этом году, и мне сказали, платишь. Хотя бесплатно проверили, выписали мне там, ну, точно. То есть если просто проверится, это все бесплатно по рабочей страховке. И если, поэтому, ну, мой совет, да, возьмите самую дешевую, потому что все равно, если, ну, не дай Боже, что-то случится, все равно вам потом скажут полностью платите. Ну, тут такая хитрость. Ну, думайте сами, конечно. Я, знаете, не буду прям за все отвечать, раз мы заговорили за страховки, понимаете, заговорили мы, заговорили за страховки, тоже, когда вы приезжаете на отдых, очень хорошо читайте, очень много гостей в этом году возмущались просто, потому что страховые компании не оплачивали аллергии, отравления, то есть вот такие элементарные проблемы, которые в любом случае бывают на отдыхе, какие-то порезы, да, и нам гости говорят, так а что, они вообще ничего не оплачивают, я говорю, ребята, я все, конечно, понимаю, у вас была страховка, написано на русском, не на турецком, да, вы же могли просто взять и просчитать, притом мы-то при чем, я эту страховку вам не оформляла, я вообще первый раз вижу ее, то есть да, мы помогаем дозваниваться до страховых компаний, конечно, они приезжают, забирают скорой, детей, ну, всех как бы осматривают, но потом начинаются вот такие приколы, что наши люди начинают читать, что не подписали, к сожалению, но самая хуже страховка молдавская, то есть у меня знакомые, хорошие такие гости мои, вот, давно их знали, они говорят, Юля, решили сэкономить взять в Молдавии путевку, поехали на отдых, ребенок заболел, и мы выбросили большую часть денег на то, чтобы полечить ребенка, то есть сам отдых вышел дешевле, чем оплатить лечение ребенка, потому что молдавская страховка почти ничего не покрывает, вот этот случай мы не покрываем, и практически все так, почему я говорю, можете взять самое дешевое, потому что если у вас какой-то насморк или сдача крови, вот такое элементарное, вы просто идете, в каждом районе есть свой салы коджалы, это как поликлиника, не надо в большую больницу ехать, и там вас врач проверяет ваше, бесплатно, он даже не смотрит вашу страховку, если у вас есть отрумавиза, виза на проживание, ему не нужно найти бумажки, все, вам дали визу, он делает свою работу, вас принимают как граждан Турции, на абсолютно одинаковых правах, в больницах, да, там уже другое, там смотрят на вашу страховку, то есть у каждого своя, она, смотрите, в чем разница, просто, например, группа МА работает вот с пятью больницами такими, а вот та страховка работает с этими больницами, а та страховка работает с этими больницами, то есть когда вы смотрите, какую страховку брать, вы просто смотрите перечень больниц, вам они подходят, вы хорошие отклики слышали о них, все, элементарно, у меня еще остались вопросы, это будет на следующую часть, а сейчас я желаю вам всего хорошего, еще видите, елка стоит до 19 праздников, праздников душе, чтобы он был постоянно, не только на Новый год, не только на Рождество, а чтобы каждый вечер вы благодарили Бога за то, что у вас есть эта жизнь, за то, что у вас есть ваши родные, близкие, работа, любое, понимаете, что сегодня у вас на столе есть хлеб, я желаю вам этого, целую вас, люблю и обнимаю.